ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А все погода, которая, как всегда, капризна и непредсказуема. Но аграрии не унывают. Говорят, надо работать еще лучше и больше. А прерываться можно, чтобы отдохнуть и посмотреть деревеньку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот у нас на данный момент, вот она, Тимофеевка полностью Султан. Готовая еще, не грубая, мягкая еще стебель. И наша люцерна. На полях хозяйства газовик Сипакова полным ходом идет косовица. Аграрии заготавливают корма – сено, силос, сенаж. Особое внимание к кормам с большим содержанием белка. В стране стоит вопрос по белку. И мы как-то больше занимаемся вот бобово-злаковыми, бобовыми травмами. Большинство стало. На следующий год у нас даже больше запланировано посевы люцерны. В облсельхозпроде отметили наибольшую урожайность в этом году у бобовых и бобово-злаковых. В некоторых хозяйствах с одного гектара выходит за 200 центнеров. Зеленую массу скашивают, затем она должна провялиться на поле. Вслед за граблями выходят измельчители и пимы – так называют прицепы для измельченной массы. Одни режут травы на мелкие кусочки, другие отвозят и выгружают корма в сенажные траншеи. Трамбовка сенажной массы ведется круглосуточно. Каждые три часа измеряют температуру и влажность. По этим показателям судят, правильно ли все делают работники, или же есть какие-то нарушения. Ну а добавляют к консервантам обычную соль. Так корма лучше сохраняться. Прибор, который называется влагомер. Значит, вот этот щуп втыкаем. Вот у нас показывает. Значит, влажность 49,7, температура 18,9. Это хороший показатель. То есть, если влажность, ну предельно допустимая норма влажности 55%. У нас 49%. На траншеи слаженно работают кировец, амкадор и трактор со специальным приспособлением для укатки массы. В хозяйстве хорошо о нем отзываются, ведь чем лучше массу укатать, тем меньше в ней будет кислорода. А значит, и корма сохранятся. Активно работают на кормозаготовке аграрии юго-западного региона. Врочище баранцы косит клевер и люцерну. Это земля филиала Белшина Агра, открытого акционерного общества Белшина. В этом году особенность в том, что было холодно, были заморозки в июне месяце. И растения начали раньше срока колоситься, и бутонизация, и цветение. Поэтому пришло время срочно все скосить, чтобы полноценно потом получить второй укос трав. В этом году в Белшине Агра почти в два раза увеличили пассивные площади под многолетние травы. Есть большие планы. Надо заготовить 25 тысяч тонн сена и 29 тысяч тонн сенажа. Они нужны, чтобы прокормить большое стадо хозяйства – 6 тысяч голов крупнорогатого скота. Говорят, трава у вас выросла в этом году особенно? Ох, хорошая, хорошая трава. Я уже сколько убираю. Это редко такая хорошая трава. В этом году погода сдвинула сроки первого укоса. В некоторых районах растения чуть позже подошли к фазе уборки. Временами работы задерживали дожди. Каждый день в Могилевской области скашивают травы примерно на 9 тысячах гектаров. Больше половины уже скосили в Славгородском, Круглянском, Кличевском и Могилевском районах. В лидерах по заготовке сенажа – Шклов и Кировск. Косовицу в регионе планируют завершить в конце июня. Это борщевик Сосновского привезен из Калказа для кормовых целей. Он создает горечь, насколько я знаю, в молоке. Поэтому от него отказались. Но отказаться отказались, а он прижился, как говорится, в наших краях. А сейчас создает опасность. Лето в деревеньке не только пора укоса трав, но и время борьбы с борщевиком. Еще полстолетия назад его возделывали, а позже дали название «Месть Сталина». Ведь именно ему принадлежала идея культивировать борщевик. И теперь с чужестранцем борются всеми возможными способами. В агрогородке Смолица инвазивным растением поражено примерно 4,5 гектара. В том числе и деревенские огороды. На участке ветерана Великой Отечественной войны Ивана Аксеновича Подголина работники сельсовета убирают борщевик уже третий раз с начала лета. Борщевик сосновского подкашивают постоянно. Главное, чтобы не зацвелы и семена не разнеслись по околицам. Ведь растения на чудо живучие. Влажная погода для роста борщевика сосновского – лучшие условия. И за лето его скашивают примерно 7-8 раз, так что сюда, на этот участок, специалисты вернутся неоднократно. Борщевик растет очагами. В Быховском районе это Смолицкий и Краснослободский сельсоветы. Здесь с паразитом решили бороться комплексно. На данной территории мы снимаем зараженный плодородный слой почвы. С последующей заделкой его на глубину свыше 50 сантиметров. И нанесением потом уже незараженного плодородного слоя почвы на обработанный участок земли. На участках которых возможно произвести вспашку, мы производим вспашку с последующим засевом уже травосемян, многолетними травами, злаковыми, чтобы они подавляли и не давали возможности всхожести семян борщевика сосновского. На этом поле в прошлом году буквально колосилось агрессивное растение. Его вспахали, засеяли просом. И сегодня, благодаря такому подходу, борщевик проглядывает лишь кое-где. Чтобы добиться максимального результата, поле по осени перепашут еще пару раз. И через два года эти земли вернутся все вооборот. На своих наделах, говорят в сельсовете, хозяева и сами могут бороться с борщевиком, а могут обратиться за помощью. Можно проводить механическое удаление, то есть скашивание его, подкапывание. Можно накрывать пленкой, но именно нужна темная пленка, чтобы не пропускать солнечного света, под который он теряет свои живительные силы и со временем отмирает. Но необходимо помнить, что это опасное достаточно растение, сок, который может оставлять химический ожог. Поэтому лучше выполнять работы в ранний или вечерний период времени, желательно не в солнечную погоду. Ну и с соблюдением, естественно, техники безопасности, чтобы не было открытых участков тела, чтобы не попал сок. И в случае, если, конечно, попадет сок, то нужно промыть холодной водой с мылом, чтобы обезопасить себя от ожога. В Быховском районе борщевик Сосновского растет на 12 гектарах. В этом году спасти от вредного растения планируют около 2,5 гектаров. Может и немного, но это те земли, которые можно использовать во благо района. С 25 июня солнце укорачивает свой ход. Дни становятся короче, а ночи длиннее. День так и прозвали «Солнцеворотом». Но было и другое название – «Запоздалый капустник». Потому что в этот день огородники высевали последние семена и высаживали последнюю рассаду. Причем до обеда высевали белое зерно, а после обеда черное. В конце июня на Тихона-Тихого затихают певчие птицы. Лишь в слове продолжают петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери, хоронятся в норы. На Тихона в деревнях часто устраивали талоки. Так назывались пиры для тружеников полей. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера. Считается, что талоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям, чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для участников народного ансамбля «Весели» из деревеньки Кавгары Осиповического района возраст – это житейская мудрость. Для души возраста не бывает. Они поют и пляшут почти 40 лет. И почтенные годы для кавгарцев не помеха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот микроавтобус садимся, поехали на ферму, где-то на зерноток по малонаселенным. Мы охватываем всегда свою территорию и очень даем по 35, по 30 концертов за год. Ну, я считаю, для нас это нормально. Участники ансамбля – хранители фольклора и традиций, что достались им от бабушек и прабабушек. В репертуаре «Весели» – белорусские хороводные, свадебные и шуточные песни, обряды зажинки, крестины и многое другое. Даже концертные костюмы из старого комода сделаны своими руками, как у Марии Марковны Клыги, которая 1 июля отметит 80-летний юбилей. Ходжу на работу, а вечерами вшиваю. У меня хиба только эта, у меня богатая, богатая. Едемо даже от прабабушки. Мама у меня и ткала, и вшивала. Сестра больше с 30-го года тоже робила рукодельно. Песня «Душа народа». Она радуется и грустит, шутит и смеется. Песня «Как жизнь разная». Для участников ансамбля «Весели» она стала любимым делом – отдыхом для души и наследием, которое они хотят передать будущим поколениям. Они очень глубокие по содержанию, по смыслу и по мелодике песни эти. Ну, а поэтому они так близки и поются сердцем. А мы пытаемся, чтобы дети наши запомнили, и внуки хотя бы помнили, вот слышали внутри себя наши песни. Навсегда остается то, во что человек вкладывает душу. Народная песня останется навсегда. В ней – мудрость предков. Ковгарский край, земля моя, краса моя, солнечная, небеса в синий ширпалел батьками нам завещана. Веселые человечки и душевные старички-мастерицы из Осиповича Валентины Просолович вызывают улыбку и поднимают настроение. Делать кукол она начала два года назад. И как-то сразу все пошло. Вот этот развеселый мужичок – первая работа Валентины. Думала к нему, сделаю кота ему. Начала делать кота, получилась собака. Вот, получился мужичок забавный, он всем нравится. Ему в любви признавались. Валентине по душе образы людей. Их она и воплощает в своих работах. Принцесса, фея – это не ее тема. Люди из глубинки куда милее и дороже. Может, потому у каждой куклы-мастера свой характер. Очень-очень радостно мне их делать. Правда, я проваливаюсь в эту работу. Я просто… Ну, часов пять я просто не здесь, когда делаю эти куклы. Очень интересно и здорово. Но на самом деле эта работа очень долгая. На каждую куклу у Валентины уходит месяц, а то и два. Инструмент и материал – иголка да шерсть. Как известно, работа мастера боится. Над нами же она посмеялась. Вот из этого получается вот это. Да. Как? Все на самом деле очень просто. Значит, у нас вот такой инструмент – иголочка. Специально для сухого валяния. Да, они разные. Технология такая, что комочек шерсти немножко спутывается. Вот попробуйте. Творческий такой… Полтать – это я могу. Вот. Берете иголку. Это иголка для стажера, да. И начинаете осторожно. Хочу предупредить, очень надо соблюдать технику безопасности, потому что иголка очень острая, и в пальце постоянно она пробивает пальцы, поэтому аккуратно надо строго вертикально, потому что, да, чтобы не поранить пальцы, пробовать. И вот так вот прокручивать, закручивать, закручивать туда. Даже вам надо вот так вот плотнее, да, поплотнее. Ну и пробуйте, творите. Субтитры сделал DimaTorzok Я всегда очень хотела… Вот так вот и бывает надо, очень аккуратно. Искусство, оно, понимаете, требует жертв на красном миде. Определенно, да. Осторожно, да, надо. И вот так вот ее… Да, вот видите, у меня уже сбилась шерсть. А у меня получилось как роза, как бы, да? Как бы, да, вот видите, уже что-то и получилось. У каждой куклы Валентины Просоловичей не только свое лицо и характер. У них есть душа, и люди это замечают. Я вкладываю туда душу, я очень много и сил. Наверное, энергетика моя там остается. Люди неравнодушные к моим куклам. Субтитры сделал DimaTorzok О том, насколько эффективно работает человек, можно увидеть в процессе самой работы. Усердно ли трудится, старается ли. А вот с пчелами обстоит дело немножко иначе. Качество их работы можно оценить только по результату, то есть по количеству меда. Ученые нашли способ определить, насколько усердно пчелы собирают с цветов нектар, а значит, спрогнозировать, сколько меда от них получится. О работе пчел расскажет их гудение, так сказать, тембр голоса, а еще размер. Чем больше насекомое, тем оно громче, и тем больше нектара оно принесет. Нередко пчелками-тружениками называют людей, которые много и усердно работают. И размер тут не имеет никакого значения. А вот желание и трудолюбие – это важно. Чего вам и желает деревенька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова